Продолжение следует... Как нам известно, Солнце — это звезда. И как и все звезды, оно излучает свет и тепло. Температура звезд колеблется от 2 до 40 тысяч градусов. А ближе к ядру может достигать и миллионов. К сравнению, температура лавы, обычной вулканической лавы, едва достигает и двух тысяч градусов. Так из чего же состоят эти звезды? Звезды состоят из облаков пыли и газа, которые, в свою очередь, состоят из водорода и гелия. Облака сжимаются, тем самым нагреваясь под огромным давлением, что приводит к термоядерным реакциям и постоянным взрывам. Таким образом, звезды светят и излучают для нас тепло. Несмотря на легкие составляющие, масса звезд во многом превышает массу их солнечных систем. К примеру, наше Солнце. Оно составляет 99,8% от всей солнечной системы. А это значит, что масса всех остальных планет составляет всего лишь сотые доли процентов. Запутались? Выходит, планеты просто мусор. По сравнению со звездами. Диаметр нашего Солнца в 109 раз больше диаметра Земли. Внутри него могли бы поместиться 1300 земель. Но наше Солнце еще не самая крупная звезда. Например, Актур в 25 раз больше Солнца, а Бетельгейза в 1000 раз. Но они находятся так далеко, что мы видим лишь их точки. Только представьте, какие они в сравнении с нашим светилом. Итак, мы знаем, что все звезды очень большие и производят массу энергии за счет термоядерных реакций, которая, в свою очередь, происходит из-за слияния водорода в гелий. Но! По нашим данным, водорода в Солнце не так уж много. Что же произойдет тогда, когда все эти элементы закончатся? После того, как в звезде заканчиваются запасы водорода, реакции прекращаются, и звезда начинает сжиматься, образуя финальный взрывной процесс. Процесс, в котором взорвется сама звезда. Например, Бетельгейзе, та, что больше Солнца в тысячу раз, сейчас находится на стадии активного сжигания запасов. И недалек тот день, когда он иссякнет, после чего эта маленькая точка на небе разлетится на микроны осколков. Таким образом, каждая звезда проходит три цикла своей жизни, трансформируясь из облаков в пыли, прожигая весь свой энергетический запас, эффектно растворяясь на просторах вселенной, уходя в собственный закат. Финита ля комедия. С вами был я, доктор Шепард, и это Что за наука? Субтитры создавал DimaTorzok